Друзья, всем привет! Наверное, вы задаетесь вопросом, чем же отличается HyperOS на флагманах от HyperOS, которая, к примеру, на среднебюджетниках или же на предфлагманах. В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим новое обновление на примере Xiaomi 14, в котором я вам покажу именно те отличия, которые действительно позволяют устройство, ну скажем так, делить по определенным категориям. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как я уже в начале данного видеоролика сказал, мы с вами работаем с аппаратом Xiaomi 14. Да, он у меня появился, ну скажем так, в личном пользовании, ну и соответственно многие вещи я попытаюсь на его примере вам продемонстрировать, отснять интересный контент, потому что об этих фишках не было сказано, скажем так, на просторах YouTube и особо они показаны не были. Значит, прошивка у меня самая актуальная, которая есть на это устройство 1.0.11.0. По списку изменений тут в принципе все как и всегда, очень пресно и какой-то конкретики мы тут с вами не наблюдаем. Но как только мы с вами выходим из этого раздела, сразу понимаем, что это устройство может нести в себе очень много интересных функций. Но перед тем, как мы перейдем к функциям, я хотел бы еще остановиться на таком моменте, как размер системы. На презентации компания Xiaomi заверяла, что вот, к примеру, взяв тот же флагман Xiaomi 14 или же Xiaomi 14 Ultra, вес прошивки на этих устройствах будет меньше 10 гигов. И действительно это так, разработчики не обманули. То есть 953 это то, с чем мы с вами можем работать. Ну а теперь погнали по всем этим изменениям. Относительно недавнего времени компания добавляет раздел взаимосвязанности. Это возможность, позволяющая объединять между собой очень много устройств компании Xiaomi, ну и в частности объединение смартфона, планшета, а также смарт-часов. У меня получается есть для всей этой уже истории планшет-смартфон, для того чтобы их взаимосвязывать и не хватает еще смарт-часов каких-нибудь с HyperOS. Но возможно в будущем я этот моментик устраню и также что-нибудь интересное попробую для вас придумать. Но вот какая незадача, Xiaomi 14 не хочет адекватно коннектиться с Pad 6. Возможно это у меня такая проблема, потому как тот же Pad 6 и Xiaomi 13T без проблем соединялись, и я мог изображение со смартфона отправлять на планшет. Тут, к сожалению, я такого сделать не могу. Мы с вами следуем далее. Получается в разделе уведомлений строка состояния появляется перевод и конечно же Xiaomi Smart Hub. Первая прошивка, которая шла на это устройство из коробки, там этого не было, потом обновился Xiaomi 14 до 1.0.6.0, там уже появляется смарт-хаб, но он также полноценно не работал. Об этом я кстати рассказывал в видео по распаковке этого устройства. И так вот, мы обновляемся уже полноценно на все эти прошивки и получаем конечно же Xiaomi Smart Hub. И он выглядит у нас следующим образом. Но помимо того, что у нас с вами есть Mi Smart Hub, мы с вами еще можем получить Xiaomi HyperMind. И вы можете наблюдать, вот здесь вверху он у нас именуется. Я, к примеру, на него только что нажал, и дальше нам что показано? Что изучение шаблонов поведения. То есть, чем больше мы взаимодействуем из этого Xiaomi Smart Hub со своими устройствами, и тем в будущем нам этот HyperMind будет подсказывать, что нам нужно активировать, или же возможно он сам за нас будет выполнять активацию каких-то умных устройств. По правде говоря, это очень сильное заявление для глобального рынка, я с этой историей буду еще разбираться. И также у меня еще в планах есть выпустить отдельное видео, в котором я расскажу о тех фишках, о которых вы не найдете информации в YouTube по-нормальному. Ну и я вот постараюсь это как бы для вас все отснять. И вот получается у нас данная фича действительно очень удобная. Допустим, вот если нажмем на освещение, мы можем с помощью одной клавиши просто отрубить все в округе. Ну, с одной стороны, да, прикольно, но опять же, у кого есть умный дом, тот это все поймет. И действительно осознает, насколько это удобно и круто. Что же касается вопроса по быстродействию и оптимизации устройства, ну, мы с вами, наверное, этот момент упустим. Потому что, ну, Xiaomi 14, флагман, ну, как бы я не вижу смысла на этом останавливаться и что-либо говорить. По сравнению, к примеру, с тем же Mi 11, который у меня был самым последним основным смартфоном компании Xiaomi, именно это устройство, которое сейчас перед вами, выглядит гораздо увереннее. Ну, как говорится, пускай там хотя бы еще пару обновлений пройдет, и мы с вами посмотрим, что мы получим по факту. Ну, а так, на сегодняшний день я в целом доволен тем, что есть. Если мы с вами зайдем в раздел обои, тут мы встретим, конечно же, очень много возможностей для кастомизации и персонализации. Но для того, чтобы также не растягивать данный момент, хочу вам сказать, что флагман не получает новых стилей блокировок, новых там еще каких-нибудь шрифтов и так далее. Но есть какой интересный нюанс, что без обновления того самого активатора суперобоев мы получаем луну после как раз банального обновления именно прошивки. То есть разработчики как бы за нас все это порешали, и в принципе ничего сложного тут мы с вами наблюдать не сможем. И плюс также компания оставляет спойлер, что еще больше суперобоев будет в будущем. Еще одна интересная фича, которая кроется в новых прошивках, это искусственный интеллект под названием AI-субтитры. Но для того, чтобы получить всю эту тему, если у вас Xiaomi 14, вам необходимо получить разрешение на тестирование. И к примеру, как это все будет работать. Вы, получается, активируете эти субтитры, дальше выставляете информацию, источник звука, микрофон, кстати, можно использовать как источник звука, язык источника, целевой язык перевода, там размер текста, ну и так далее. Включайте параллельно какое-нибудь видео в том же ютубе, там на английском языке, и вам этот искусственный интеллект будет улавливать слова. Мало того, что он будет английские слова давать, так и допустим выполнять некий перевод. По поводу целевых языков, их тут не совсем много, но я думаю, что в будущем этот список будет только расширяться. И последняя интересная фишка, которая также стоит остановиться в новых обновлениях, это возможность AI портретов, ну или же возможности для улучшения своих портретов. Оно кроется в разделе галерея, связанное с редактором медиа, и просто так эту возможность не получить. Я уже предвижу в комментариях, что вот можно скачать клон галереи, что там оно все будет круто, но кого мы с вами обманываем. Если это заявлено на сегодняшний день по работе только на флагманах, то значит как бы все остальные телодвижения, ну считаются уже каким-то колхозингом или еще чем-то. И то есть полноценная работа, которая может у нас быть только на флагманах. И компания Xiaomi это ясно дает понять. И так вот, у нас эта вся история находится в трех точечках и искусственный интеллект под названием AI портрет. Дальше, к примеру, мы можем выбирать от 25 до 35 фотографий. Это все у нас анализируется искусственным интеллектом, и после чего мы можем подменять фоны, вырезать себя там с какого-то фона, подставлять, ну и так далее. То есть тоже интересная штука, я пока что еще полноценно не разобрался с тем, как это все должно выглядеть. Но как я уже сказал, что в том видео, где я вам продемонстрирую полноценную возможность этого функционала, я вам покажу там, допустим, 25 каких-нибудь фоток накачаю там, для того, чтобы это нормально выглядело, чтобы сейчас я вам там ничего не качал, допустим. То вот в том видеоролике я это все продемонстрирую. Ну и как по мне, что все эти фишки весьма очень интересные, но и также ждем их появления не только на флагманах, но и на среднем сегменте, в предфлагманах, ну и так далее. Что же, друзья, новое обновление HyperOS, оно действительно позволяет понять, что такое, в принципе, новая оболочка от компании Xiaomi. Да, пока что только на примере флагманов все самое вкусное и интересное мы можем получить. Но опять же, в зависимости от того, какая у них стратегия по развитию всех этих фишек, какая стратегия по развитию HyperOS на глобальном рынке, мы с вами будем понимать, какие устройства получат ту или иную функцию. Но как по мне, самое интересное из сегодняшнего видеоролика, это, конечно же, субтитры от искусственного интеллекта, это улучшение портрета с помощью искусственного интеллекта, ну и другие фишки, которые также связаны с HyperMind и с режимом взаимодействия. И плюс я вам еще в том видеоролике, в котором все такие фишки интересные соберу, продемонстрирую, как работает режим режиссер, когда взаимодействует смартфон и планшет. Так что не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео на канале. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok